В Москве сегодня утром, а точнее в 6 часов утра, прошли обыски и задержания участников акций протеста против строительства православного храма в московском парке Торфянка. Все они были доставлены в местное отделение Следственного комитета. Там и выписали повестки явиться во вторник на доброс. Дело в том, что у противников строительства храма в парке есть теперь уголовное дело и возбуждено оно по статье «Оскорбление чувств верующих». Противники строительства храма пока что имеют статус свидетелей. С активистами встретилась корреспондент Настоящего Времени в Москве Анна Зелькина. Дверь квартиры активистки и юриста Марины Велигиной повреждена. На обивке грязь от подошв обуви, часть сломанной металлической ручки лежит тут же на полу. С 6 часов утра в квартире проводится обыск. Из-за запертой двери слышны голоса Марины и ее мужа Владимира Гречанинова. То есть методы, конечно, удивляют, потому что лицо ранее привлекалось в уголовную ответственность и не судимо. И поэтому, конечно, такие меры, когда, тем более, если адвокат сейчас пытается по соглашению, когда он не допущен, это именно встать под вопрос, насколько законен сам обыск. Адвоката Сергея Шанка полиция в квартиру Верегиной не впустила, без объяснения причин. Скажите, пожалуйста, почему адвокат? В 7 квартирах защитников парка Торфянка рано утром прошли обыски. Людей задерживали целыми семьями и отвозили в управление Следственного комитета на 17-й проезд Марьиной Рощи. Сегодня утром у меня началось с того, что я узнала, что активистов Торфянки, которые защищают свой парк от любого строительства, кстати, они не говорят о том, что они против церкви, они говорят о том, что мы не хотим, чтобы в парке что-то строили, в том числе и церковь. Вот, и я узнала о том, что активистов Торфянки забрали в Следственный комитет, что к ним врывались утром в квартиры, устраивали обыски, хватали, значит, под белой рученьки и тащили в Следственный комитет, невзирая на то, что у кого-то маленькие дети. Всего полиция задержала 13 человек. Уголовное дело возбуждено по статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. За строительство храма Русской Православной Церкви именно на территории парка Торфянка выступает движение 40-40. Несмотря на то, что недалеко от парка под строительство уже выделены два альтернативных участка. Местными жителями удалось доказать о том, что так называемые публичные слушания были проведены с нарушением, о чем есть соответствующие документы из прокуратуры. Также местные жители смогли добиться о том, что на портале «Активный гражданин» произошло голосование, где хотят местные жители, чтобы был храм. Местные жители выбрали на Надырском проезде, где уже есть временный храм, и второй храм подальше, там уже капитальный храм. Все два земельных участка уже выделены для РПЦ, все с публичной слушанием прошли и все. Но РПЦ, несмотря на свои обещания уйти из парка после предоставления альтернативных земельных участков, отсюда не уходит. Защитники парка рассказывают, представители движения 40-40 настойчиво каждое воскресенье совершают в парке Малибин. Они огородили участок под строительство в центре небольшой парковой территории, поставили крест и вагончик с охраной. Старожилы района уже полтора года дежурят в «Газеле», которая установлена неподалеку. Им уже удалось таким образом остановить начало строительства. 40-40-х – это вот такие радикальные православные экстремисты. Они избивают людей, они избивают женщин, инвалидов и пенсионеров, и при этом они выкрикивают, что там за веру во Христа. Здесь, в парке, никогда, ни одного дня, никто из защитников этого парка не выходил в своих действиях за рамки закона. И мы просто возмущены той ситуацией, которая произошла сегодня с утра, когда всех задержали, неизвестно что, вменяют и вообще обращаются просто отвратительно с людьми. Это просто, ну я считаю, что это просто православный такой крестовый поход на своих же православных людей. В настоящее время все задержанные отпущены. Уже завтра им предстоит явиться в Следственный комитет в качестве свидетелей. Марину Верегину после обыска так и не доставили в управление. После целого дня следственных действий женщине вызвали скорую. Ее мужа Владимира Гречанинова доставили за административное правонарушение в Бабушкинское РУВД. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко. Для телеканала «Настоящее время».